В этом фильме мы углубимся в изучение такого объекта, как группа в Active Directory Windows 2008. Важно отметить, что этот фильм предполагает знание о предыдущих фильмах о самых основах использования групп. Здесь же мы уже углубляемся. Итак, когда мы создаём учётную запись группы, мы должны понимать, что существует два вида групп — Security и Distribution. Вот оно — окошко создания новой группы. И тут справа у меня есть выбор, где я могу указать тип нужной мне группы — Security или Distribution. Группа вида Distribution предназначена для организации вместе пользователей с чем-то общим. Целью такой организации является порядок и удобная отправка писем на адрес целой группы этих пользователей. Права же, полномочия возлагать на такую группу нельзя. В отличие от вида группы Security. На группу типа Security можно возлагать полномочия и права. Права пользоваться каким-то принтером или какими-то файлами или определённой папкой с общим доступом. В общем, речь идёт о правах на какой-то ресурс в сети. А также этой группе можно рассылать письма. Итого, Distribution — это только для рассылки имейлов. Security же позволяет и рассылать имейлы, и организовывать для порядка, и накладывать какие-то права, раздавать полномочия пользователям этой группы. Кто-то из вас наверняка спросит, зачем нужен тогда Distribution, если Security делает всё то же и ещё больше. Но важно понимать, что в Active Directory мы зачастую хотим, чтобы что-то было только для какой-то конкретной цели. Мы так осторожничаем и всё ограничиваем, так сказать, ради чистоты и порядка. Поэтому использование групп Distribution очень важно, и вы их будете использовать немало. Я говорю, в принципе, о следующем. Давайте рассмотрим идею Distribution Group. Если я выбрал такой тип групп, то я понимаю, что смысл в удобной организации пользователей и в рассылке им писем. Я помещаю всех пользователей в группу, и теперь я могу послать имейл всей группе. То есть письмо придёт всем пользователям, которые включены в эту группу. В отличие от группы Distribution, группа Security выглядит несколько иначе. Мы заносим пользователей в группу, и теперь мы точно так же, как в Distribution, можем рассылать им письма, на имя группы, но также я могу раздавать им и полномочия, права на принтер, на папку с общим доступом и так далее. Наделить такими правами эту группу. То есть группа типа Security отличается от группы Distribution тем, что у неё есть гораздо больше возможностей, а именно в том, что группу я могу наделить полномочиями. Очень важно понять этот принцип. Теперь давайте поговорим о границах применения, о скоупах, о скоупе группы. Когда я создал группу Distribution ли, Security ли, после нам надо решить, будет ли эта группа с границами применения Global, или же со скоупом Local, или же её границы применения будут Universal. То есть есть три скоупа, три вида границ применения, которые я могу выбрать для группы. Global, Local и Universal. Кстати, между типами групп Distribution и Security можно делать изменения после. То есть Distribution можно перевести в Security и наоборот. Тут нет ограничений на это. То же самое и со скоупами. Если вы создали группу с определенными границами применения, вы можете перевести её в другие границы применения. Но, конечно же, вы понимаете, что если вы, например, переводите группу типа Security в группу типа Distribution, а на группу были возложены какие-то права, то все эти права-полномочия исчезнут. Итак, принцип области применения Local, Scope Local. Дорогие зрители, локальная группа — это группа, которая не может выйти за пределы домейна. Рекомендуется использовать такой тип скоупа, когда идёт речь о правах на какой-то ресурс. Например, это группа тех, кто может пользоваться каким-то принтером или папкой с общим доступом. Принято! Касательно каждой папке с общим доступом, касательно каждого принтера, касательно каждого ресурса, который у нас есть в сети, стоит и следует создать локальную группу. К примеру, у меня есть цветной принтер, и для него я создаю локальную группу Color Printer Full. И эта группа имеет Full Control над этим принтером. А также непременно я создам ещё одну группу для этого принтера. Её я назову Color Printer Print Only. Эту группу я наделю правами лишь распечатывать на этом принтере. Внимание! Я просто создаю группу, в ней нет пользователей, в ней ничего нет. Я просто создаю её относительно какого-то ресурса в этом домейне. То же самое касательно файлового сервера. На нём у меня есть папка с общим доступом Accounting. И я создам локальную группу, которую я назову Accounting Write. И я создам ещё одну Accounting Read. И эти группы я наделю соответствующими полномочиями. Одной наделю правом писать в эту общую папку, а другую читать. И вы даже представить себе не можете, как такая структура, как такие простейшие действия облегчат вам в будущем управление этим принтером или этим файловым сервером.